Здравствуйте, друзья! Программа «Политотдел» в эфире, и сегодня наша программа отправляется в гости к человеку, которому исполнилось 48 лет, который бодр, свеж, у которого железная воля и большое доброе сердце. Он любит свою родину, любит своих земляков и мечтает сделать их жизнь, я так думаю, что к своему юбилею 50-летнему он сделает жизнь своих земляков Скрепсонщины намного лучше, ну, похожей на ту жизнь, которой сейчас уже 8 лет живет мой солнечный полуостров. Мы в гостях у Алексея Журавка. С днем рождения, Валерич! Спасибо большое! Алексей Валерьевич, поздравления поздравлениями, но серьезные разговоры у нас пойдут сегодня, просто потому, что территория области практически освобождена, вроде бы все тихо, но то там, то сям вскрываются какие-то ячейки, находят какие-то схроны с оружием, причем боеприпасов очень много заранее было заготовлено. Не секрет, что областные руководители раздавали бездумно огромное количество стрелкового оружия, создавая так называемые территориальные обороны из гражданских, совершенно неподготовленных к войне людей. Вот твое видение, начнем именно с этого. Зачем мирному населению, спокойному, трудолюбивому, нормальному, которая не воевала все эти 8 лет, вдруг впихивают, берите автоматы, идите, начинается война, вы сражаетесь за свой дом. Вот что это за проект Зеленского или тех, кто стоит за ним? Зачем столько стрелкового оружия раздали мирным жителям? Ну, давай будем говорить так. Помимо того, что они мирным жителям раздавали стрелковое оружие, плюс лимонки, гранаты и все остальное, они же еще подготавливали типа партизанской войны. Хотя партизанская война не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню, потому что они пошли по методу непосредственно, как действовали во Львове, в Западной Украине, УПА, всякое-то бандерье, бандиты и все остальное. Типа по методу скрона. Ну, у нас же лесов мало, назовем так, будем говорить. Поэтому в данный момент они пошли по беспределу, по самому тяжелому, как я называю. Это хватит прятать в детских садиках, в школах, в домах и так далее. Судя по всему, их готовили к этому всему заранее. И будем говорить, это же не сам Зеленский именно до этого додумался, этот дебил. Он до этого вот не мог додуматься. Он просто клоун. А на самом деле это готовили спецслужбы СБУ, спецслужбы Англии, спецслужбы Америки и так далее. Ну, а вдруг проиграют. Значит, надо какое-то делать сопротивление, типа защищать Украину. Ну, а дураков же они поплодили очень много. За восемь лет переформатировали полностью, назовем так, мозги, стереотип и подход ко всему. И самого человека, можно сказать, изменили. Поэтому в данный момент они готовились по тяжелому. Но они не ожидали, что есть у России, у нашего поколения, как доблестных воинов-освободителей Великой Отечественной войны, еще генетическое, назовем память, и не только бумаги не горят, и, точнее, не вырубишь, как говорится, топором. Поэтому в данный момент навыки передаются. Мы знаем, как с этим бороться. Ребята, россияне и спецслужбы молодцы. Я считаю, они отрабатывают постепенно, все правильно, четко. Да, не без проблем. Да, есть потери. Жалко мне любого человека, кто бы он там ни был. Но это факт. Есть противник коварный. Его надо уничтожать. А то, что происходит сегодня, они, судя по всему, сами себя и уничтожают. Ну, туда им и дорога. Ничего ты не сделаешь. Да. Алексей Валерьевич, теперь вопрос прикладной, хозяйственный. Вот на фоне всего этого тихого, такого, скулячего сопротивления постепенно налаживается жизнь. Мир возвращается на землю Херсонщины. Никто людей не заставляет героям слава орать и все вот это вот бандеровское исполнять. Но и особо никто российским патриотизмом не нагружает сверх меры людей. Восстановили вечный огонь. Подняли знамя победы. Много чего делают, но так, чтобы привлекать просто местное население. Но самое важное, вот мы с тобой спор затеяли вне эфира несколько дней назад. Ты говоришь сначала вперед лошадь, потом телегу. Сначала давайте восстановим экономику, а потом спросим людей о государственном устройстве. А я говорю, а может быть, если Крым как бы вот прижмется поближе, то вот о чем мы говорили, Сергей Валерьевич Аксенов, Михаил Сергеевич Шеремет, о том, что может быть вспомним Таврическую губернию. Ты считаешь, что если что-то вспоминать, то только тогда, когда люди почувствуют заботу, когда люди возьмут в руки средства производства и начнут спокойно смотреть в свое будущее. Вот тогда с ними об этом говорить. Вот объясни, пожалуйста, свою позицию и насколько этот срок оттянут. Сереж, ну давай будем говорить, я от простого расскажу. Когда ты покупаешь корову, обычно ты должен понимать, где ты сено возьмешь, раз. Второе, обычно, где ты вырастешь овес, где ты будешь складировать силос. И в данный момент, как она у тебя будет перезимовить, да, от дождя спрячется и так далее. Это истинные прописные вещи. Поэтому надо сперва построить коровник, сперва надо засеять урожай, сперва надо, будем говорить, найти все необходимое для того, чтобы буренка твоя не сдохла зимой. Либо от холода, либо от голода, либо будем говорить от того, что какие-то есть недостатки. Но ты должен понимать заранее, что когда ты строишь, будем говорить, для буренки помещение, ты должен понимать, что там должен и бык быть, что весною рождается теленочек. Вот в этот момент наступает чувство ответственности. Что ты хочешь делать? Либо на мясо отправить, в которое родится теленок, но ты его должен вырастить. Либо ты должен эту буренку молодую вырастить, и чтоб она молочко давала. Это те самые основные исходящие позиции в жизни, которые одинаковы как и у животного, так и у человека. Но в этом факторе, когда ты выращиваешь что-то, ты должен понимать, будет ли у тебя этот теленочек или буренка молодая, добрая, покладистая, спокойная. Это же зависит от хозяина. Я почему так по-простому привожу? Это фактически жизнь человека. Только у коровы мозгов нет, но она и то думает. Они маленькие. А вот мозг человека – это гораздо серьезнее. И поймите правильно, когда он был надломан, фактически убит в сознании того, что должен человек делать, а это добро, святость, церковь, ценность, любовь, жизнь и любви ближнего. И помни свою историю. И береги то, что тебе предки дали. И уважай стариков. Понимаешь? Эти ценности разрушены. И тут надо работать параллельно. Ни в коем случае не ломая. Начали заниматься телевидением. Начали восстанавливать то, что эти идиоты поломали. Начали восстанавливать памятники. Начали поднимать флаг прошлого, победы, великой, наших народов, Советского Союза. И это правильно. Теперь надо сегодня Крыму однозначно включаться. Печатать книги. Завозить их сюда. Если сегодня интернет не работает, в скором и быстром надо организовать печатные средства массовой информации. И начать давать газеты. Начать объяснять людям, что после этих трагических моментов, которые произошли, что будет. И как будет возвращаться Херсонская область в нормальную жизнь. Не только просто пожрать, поспать, покакать, в туалет сходить. И еще какие-то моменты делать. Но и подумать о будущем. О возвращении того, что было. Надо срочно заняться школами. Вот это должно быть параллельно. То, что касается Тавриды. Я не против. Там очень было много хорошего. Херсон, он же остается. Губерния Таврида. Это прекрасно. Мы же не уничтожаем хорошее. Это наше прошлое. Но когда называется губерния, мы должны понимать, что это та же самая федеративные устрои. Она может и остаться Украиной новой. Может. Это я ипотетически говорю. Но. Чтобы для понимания. В этой Украине может быть Таврида. Но пройдет определенное время, когда люди почувствуют, кто такой Сергей Неселовский, кто такой Апсенов, кто такой Путин, кто такой простой россиянин. Может. Они завтра скажут, знаете, то, что нам сделали, то, что нам натворили, и посеяли зерна зла, мы от него отказываемся. И говорим. Мы, Херсон, мы, губерния, мы уходим в Россию. И это тоже положительный момент. Но. Мы должны понимать, что наступают после войны процессы политические, адекватные. Человек должен принимать решение за свою судьбу. То есть в урну опустить, что? Бюллетинг. И определить свою судьбу. И это правильно. Это то, что сказал Владимир Владимирович Путин. И он сказал, что с народом будет нам легче договориться, чем с этими ушлепками, которые сегодня заразили страшной болезнью, коричневой чумой, всю страну, да и Херсонскую область. Вы не думайте, что 8 лет бесследно скажут. Нам еще потрудиться придется. Мамма миа, не горюй, как я называю. В этом во всем нужно понимать, что для нас ценное. Это душа человека, это его самоосознание, это его перспективность жизни, как умного человека, но не как дебила и отстоя, которые уничтожали все 8 лет Украины. Это вот мое личное мнение. Я считаю, что если захотеть, можно все спасти. Не все еще потеряно, не все еще утрачено. нужно подходить к этому вопросу гуманно раз, с холодным чувством и с холодным умом, с правильным рассудком, с горячим сердцем. Ну и самое главное, это мое личное мнение, на войне, на трагедии людской деньги не зарабатываются. Нужно отказаться от этого принципа и хотя бы 5 лет поработать на благо пострадавших областей. Война, если говорить в относительности, это такое. А вот самое страшное, это война, которая пришла в мозги. Потому что любые войны заканчиваются, приходит мир. Но мы должны сегодня освободить мозги от того ужасного террора, ужаса, который все эти 8 лет происходил. И вернуть человека в его человеческое чувство. Вот это самое правильное. Вот у меня именно такая позиция. И я осознанно понимаю, будучи даже ферсоник, я один в поле не воин, я не смогу против ветра сделать одно дело, которое мы всем говорили. Я обляпаюсь. И без братьев я не смогу сделать. Кто бы мне больно не делал, кто бы мне плохо не делал, кто бы мне мешал здесь работать, кто бы на меня там сплетни никакие там не... я готов со всеми работать. У меня цель другая. Не ссориться, не искать блох. Это моя личная позиция. И даже если я знаю, внутри есть противники, меня, я не скрываю, я готов садиться, находить общий язык. Потому что у меня есть позиция победа. Вот я так понимаю, будучи в Херсоне, я не знаю, кем там буду, я даже не напрашиваюсь, я искренне говорю. Я буду свое дело делать. А если мне мои братья помогут сохранить мою жизнь и скажут занимайся. Только не занимайся беспределом, наркотой, против призывов других. Я найду, что на моей земле матушки работать и делать. Я приеду в Крым найти общий язык, я приеду в Москву найти общий язык. Как в Белоруссию поехал по многим вопросам фактически договориться. Я встречался очень серьезными людьми. Я не просто так туда поехал. Но я понимаю, что когда я поехал в Белоруссию, я встретился со своими друзьями, которыми больше 20 лет работают. И они мне сказали, Алексей, мы поможем тебе восстановить и оборудование. Мы поможем тебе и линию восстановить. Мы и все то, что ты делал раньше, поможем восстановить. Я верю. Я верю. Я встретился вчера с Сергеем, не буду фамилиями и отчества, с которым 25 лет дружу. И он мне здесь помогал всегда в Москве, как бы мне тяжело не было. И он мне сказал, Валерий, мы с тобой тогда работаем, мы вернем все там, то, что у тебя прорушили, я найду средства и мы восстановим. то есть вот на чем у меня жизнь. Но хотел бы тебе еще одно сказать. Вот мне все говорят, я хочу, чтобы знали, вот Херсон, вот как ты после этого будешь со своими наградами украинскими ездить? Вот зачем оно тебе нужно, эти побрякушки? Многие тут в России высказывают, а я говорю, ребят, это моя жизнь, это моя история. Мне до 2014 года вручали эти награды за помощь, за социальную работу, за мой труд. Я не могу от него отказаться и не откажусь. Я не откажусь как человеку и у меня будет, даже если мы в Россию уступим, будет флаг висеть Украины и Россия, он у меня будет висеть, даже если это будет Россия, флаг ничего мне не сделал, но я не возьму тот флаг, который после 2014 года был, и никому не буду навязывать, но это у меня было в истории, потому что, Сергей, для того, чтобы у нас таких конфликтов не было, не повторялись войны, вот такие страшные трагические события, мы должны помнить историю, и даже если Украина, а я верю, что Украина вся уйдет в Россию, будет она называться Киевская Русь, мы Тавриидой будем называться, по-новому будет переустройство, я в это верю, но если мы сукины дети, будем обратно попирать истории, глумиться над великими войнами настоящими, Великой Отечественной войны и над нашим прошлым, мы обратно потеряем все, что сегодня теряем, так, кажется, и это, Сергей, это факт, это факт, вот это моя позиция человека, который любит свою родину, а родина у меня одна, это Россия, Белоруссия, Украина, Покамис, почему говорю, потому что этот негодяй Зеленский, он добивает последние остатки Украины, и может прийти тот момент, когда мы уже не сможем вернуть ту Украину, не эту сегодняшнюю, а ту, и будет переустройство нового государства, вот о чем я говорю, я просто говорю об вот этих человеческих фундаментах, без которых мы не сможем созидать, вот это моя позиция, да. Алексей какие-то грамоты, дипломы и ордена с медалями на грудь защитникам Крыма, участникам русской весны, потом с годами я понял, что в общем-то если человек специалист, и если он что-то говорил и заявлял при Украине не то, то ну вот такой он человек, но если он сегодня работает на благо Крыма, то Господь с ним, пусть то останется в прошлом, как правильно сказал Аксенов, перевернем страницу из чистого листа, но в отличие от Крыма, в Херсонии у тебя в общем-то ну все почти такие, одних остальных или поубивали, или они в Донбасс уехали, или в Россию как ты, и с такими с этими людьми, среди которых очень много профессионалов, хозяйственников, придется работать любому руководителю Херсонщины, и вот здесь вопрос а как формировать кадровый потенциал, кадровый резерв, вот уже разговоры идут там учителя из Крыма приедут помогут, но они приедут помогать там еще кто-то врачи приедут помогать, опять-таки из Крыма или из континентальной России, а журналисты опять-таки приедут помогут, наладят, а дальше, а когда, а через сколько люди смогут местное вот хотя бы выбрать из того, что есть рабочего материала человеческого, тех, кто в состоянии будет двигать Херсонщину вперед? Сергей Михайлович, понимаешь, то это возможно сделать, но это все зависит непосредственно насколько мы правильно смоделируем подход, будем говорить, и выработаем или назовем по-простому те выпишем медикаменты, которые необходимы для оздоровления организма, назовем так, вот от этого будет все исходить, понимаешь, все будет исходить, насколько правильно сработает средство массовой информации России, насколько правильно мы найдем тех людей, которые пусть даже свне заедут, правильно рассудительно смогут объяснить, что на самом деле произошло, насколько мы правильно грамотно покажем свои возможности при том, что на России сумасшедший идет накат, беспредельный, воры, бандиты отнимают имущество, воры, бандиты отнимают деньги, фактически садят на ноль такую великую державу, пытаются ее обанкротить, вот насколько мы правильно засеем эти зерна, которые не будут думать, как будем говорить, делать подергать закосы, назову так, либо допустим, как что-то стянуть, как что-то ограбить, и все остальное, ты понимаешь, любое неправильное действие приведет к определенным последствиям, а эти последствия непосредственно сказываются на человеке, можно же повернуть так, а я зашел с дел, а тот человек скажет, а зачем вы ко мне пришли, вы меня еще беднее сделали, вы мне создали условия скотские, понимаешь, и тут надо тоже с этим правильно работать, ведь сегодня давай будем говорить так, если взять Херсон, Херсону по большому счету повезло, я низкий поклон всем спецслужбам, россиянам, матерям, отцам, солдатам, к те, кто сделал, что таких разрушений нету, ну а теперь другой фундаментный вопрос наступает, о котором мы должны правильно задуматься, как чтоб не пришли люди в управление мародеры, и которые думают, я в прямом и приносном слушании, думают только как бы набить свой карман и захватить, понимаете, это идет новое строительство государственности только в миниатюре, это Херсон, и вот если мы правильный кадровый потенциал используем и покажем, что допустим Веселовский пришел и он правильные вещи вещает, ну допустим, и говорит, что такое фашизм, что такое нацизм, да, это разные понятия, да, по смыслу они одинаковые, а по понятиям их действий у каждого свое направление, вы согласны так и в рабочем моменте мы имеем хозяйственный субъект искушенных людей, которые сегодня попытаются на трагедии и на боли заработать очень много, вот нам задача стоит сегодня не ошибиться, то, что ошибки будут, но мы их должны исправлять, да, вот первое, допустим, правильное решение, что учителя должны приехать непосредственно в Крым наши, а ваши должны туда приехать, это правильное решение, абсолютное, это связывание узлов, в первую очередь человеческих, во вторых, фундаментных, исторических процессов, которые дадут ребенку новое развитие и новое уже понятие, как говорится, в новую жизнь, но без Бандеры, без этих проклятых убийств, расчеловечивания и оскотинения, без этих моментов, вот тогда у нас все получится. Алексей Валерьевич, о дне сегодняшнем налаживается коммуникация между российским Крымом и между Херсуньщиной, я вот то, что читаю и слышу, цены на горюче-смазочные материалы возвращаются к довоенным до 24 февраля отметкам. Херсонские огурцы, помидоры, что там еще появилось на рынке привоз в Симферополе, то есть сначала приехала делегация, Сергеем Аксеновым походили, он им показал, рассказал, объяснил, они поверили и вот эти большие фуры, грузовики привезли сельхозпродукцию. Что-то из Крыма идет по божеским ценам, насколько я знаю, какие-то продукты питания, товары первой необходимости, что-то еще попадает на прилавки Херсонщины. Вот эта коммуникация, она дальше, по идее, должна расшириться до довоенного уровня. Может быть и тот же Геническ начнет работать в режиме курорта, как мы помним, до господина Воробьева, который гимнопевец. этот процесс не очень быстрый, потому что отморозков очень много. Даже на сегодняшний день грузы с Херсона тяжело идут, это не потому, что это связано с безопасностью. Плюс, давай будем говорить, фактор внешний, Киев еще не лег, а все равно угрозы идут. Попробуйте только ах-ах-ах с россиянам заработать, попробуйте только продукцию взять оттуда ах-ах-ах и ты пойми правильно, подонки еще есть. Поэтому этот процесс он, чтобы сказать сильно длительный, я не скажу, потому что холодильник везде открывается. И насколько ты будешь работать правильно и верить человеку, у тебя он будет полным или неполным, а желудок постоянно просит кушать. Хочет, не хочет. Поэтому в данный момент это все налаживается, понимаешь? И в этом отношении тоже правильно поступает, но и снимается боязнь. Поэтому в данный момент работа идет, процесс идет, абсолютно нормальный, адекватный. Вот и все. Я ничего не вижу в этом страшно. А вот надо подумать, как сберечь людей и как сегодня доказать многим, что не уезжайте Херсон с Херсона. Все украина не влияет на Херсон. Это вам все сказки рассказывают. Вот у меня в этом есть проблема. Нужно сохранить людей, нужно защитить. И как максимум, чтобы людей осталось. Потому что приход Украины уже в управление Херсона и Херсонской области, он уже утрачен, невозможен, бесполезен. И дорогие мои ферсонцы, вы уже больше эту власть проклятую со своими натюками потюками больше не увидите. Алексей Валерьевич, рядом Николаевская область, там до сих пор вот этот смешной человек с фамилией Ким что-то вещает, видосики запиливает и выкладывает. Вот объясни, пожалуйста, Николаевщина, ведь она по потенциалу ну серьезная область. такая мощная и люди там всегда были в общем-то такие нормальные наши люди. Вот в чем на твой взгляд проблема и сложность? Почему Николаевская область до сих пор находится под оккупацией? Понимаешь, они принимают метод выжженное поле, ограждение живым щитом, я назову, формируют свои вот эти боевые отряды в социальных объектах, все инфраструктуры, чем наносят большой урон. Поэтому в этом Россия подходит очень осторожно. Ты пойми правильно, над тем, что произошла трагедия в Мариуполе, это очень страшно. Поэтому я думаю, что тактика абсолютно изменится. У меня такое впечатление. то, что эти негодяи будут зачищены и уничтожены, я уверен. Я уверен в том, что спецоперация будет до самой европейской границы Догина, Западной Украины. В этом я уверен. Как бы кто там не смеялся, как бы кто там Сергей панические настроения не поднимал, все, этот процесс уже не остановить. Не остановить. Поэтому в штабе Российской Федерации ну не дурные сидят. Или там, допустим, в других спецслужбах. Ну пойми правильно. Ну и Владимир Владимирович еще раз доказал сегодня всему миру, что ребята, я до каждого доберусь, если вы будете на штраф. Вот и все. Живой пример. Можно было с дубу разбомбить до конца тот завод и так далее. Но почему-то это же принято решение. Нет, мы его не будем бомбить. Ну чтобы ни одна мышь, ни один таракан не пролез. Мы так понимаем? Понимаем. И я вам хочу сказать, да, не без потех, да, не без трудностей, да, не без голода, там, где устраивают Зеленский и все остальное. Да, не без этого, что с первого числа в Херсоне отключают Приватбанк и все остальное. но там в Украине сидят мародеры, бандиты, фашисты самые настоящие и главный еврей Зеленский с нацистской мордой. И я этого не скрываю. Это порождение Израиля. Вы же не влияете на этого щенка. Я не могу весь народ обвинить в Израиль. Не могу этого сделать. Но власть Израиля сегодня должна заниматься. А ты представь себе, а сколько израильтян живет в Киеве. Они же такую же самую будут тактику предпринимать, как и Николай. Николая нету евреев. Они там остались. Там община и все остальное. Поэтому вот нельзя на двух стулах сидеть. Поэтому Владимир Владимирович правильно делает. Почему я поддерживаю спецоперацию. Русский народ поддерживает. Людей, матерей поддерживает. Мы освободимся от этой чумы коричневой. Ну меня порадовал Израиль. Они сказали ребят вы там что хотите а мы отменять день победы 9 мая не собираемся. Да и Зеленскому одним органом по губам поводили знатно. Так что прав был Яков Кедми когда сказал ну какой же Зеленский еврей. Жидяров он позорный и Жидобандеровец вместе с Коломойским к еврейскому народу ни Зеленского ни тех кто назвал себя Жидобандеровцами отношения никогда иметь не должен. Ну а мне остается сегодня сказать тебе огромнейшее спасибо сказать еще раз с днем рождения ждать в гости ну и конечно же пожелать успеха Бог даст чтобы Херсонщина возродилась чтобы там как можно быстрее проблем стало мало а радости у людей и в глазах и в кошельках и в холодильниках стало как можно больше. Валерий спасибо тебе огромное и до скорой встречи победа будет за нами итак дорогие друзья Алексей Журавка был нашим собеседником в этом выпуске программы будьте здоровы берегите себя все будет хорошо пока